Смотрите, доллар-то ведь ничем не обеспечен. Это так? То есть, крах доллара грядет. Вместе с крахом доллара рухнуты штаты. Должны, потому что... А дальше возникает вопрос, что этот процесс должен носить управляемый характер. Поэтому, с этой точки зрения, Джон Маккейн, он, вообще говоря, его можно назвать условно националистом. Он представитель внутренних военно-промышленных кругов, США, военно-промышленного комплекса, которые вот как раз понимают сложившуюся ситуацию. Они понимают, что благополучие штатов зиждется на выкачивании ресурсов из других стран и народов, то есть паразитирование. А фактически это притязание на свою глобальную политику в мире. А мировая мафия не хочет, чтобы Соединенные Штаты перехватили у них инициативу в осуществлении глобальной политики. Поэтому ставка-то и делается на Барака Обаму. А Маккейн, он здесь не с руки. Вот это как раз говорит о том, что Штаты тоже объективно попали под вот эту мясорубку. И грядущие события, они будут очень серьезными. Значит, и то, что вот происходит на Кавказе, многие говорили, что, комментаторы, и не без оснований, что события на Кавказе, в частности, вот Южно-Осетинский и Грузинский этот конфликт, значит, что они выгодны Маккейну. То есть, значит, можно проследить, кто заказчик всего этого, вообще говоря. Но теперь вы уже понимаете, что и Барак Обама, и Маккейн, они не самостоятельны. То есть, они вписаны в этот глобальный сценарий по изменению положения дел управления всеми общественными процессами на планете Земля. И этому же подвержен, между прочим, и руководству нашей страны. Если вспомнить мюнхенскую речь Путина, значит, вы помните, когда он впервые все говорили хорошо, хорошо, значит, а тут он сказал, что, и, ребята, значит, на Западе вы кончаете. И сейчас многие патриоты довольны действиями руководства страны. Но ведь если задуматься, вообще говоря, с точки зрения глобальной политики, то получается, что это возврат к двухполюсному миру, противостояние одной страны с другой стороны. Это то, что уже многие стали. Холодная война, новая мировая холодная война и так далее. А это принцип разделяя властвуй. И он, вообще говоря, не самостоятелен, этот принцип. Значит, потому что принцип разделяя властвуй является как раз принципом управления всеми процессами на планете Земля со стороны вот этих самых глобализаторов. И он не вписывается в планы перехода к многополюсному миру. Поэтому как Джону Маккейну, так и руководству нашей страны со стороны глобальной вот этой мафии будет, естественно, противостояние. В каком виде оно будет? Ну, я хотел бы вот завершить мысль еще о чем? Что не предъявляя своей глобальной политике, значит, окружение не понимает, и внутри народ не понимает. И даже вот в странах СНГ, я уж не говорю руководители, они понимают со своего уровня. А народ не понимает, что происходит. То Россия дружит с США, то она не дружит с США, то она входит в ЭТО, то не входит в ЭТО. То, значит, Россия там в НАТО, Путин заявлял, что, значит, мы готовы вступить. То против НАТО, то учения проводятся здесь НАТО в России, то запрещают. То есть обыватель, он так думает, а что, это суета-сует, то есть стабильности никакой нет. Это иллюзия все это. Поэтому вот это непонимание, оно как раз проистекает от отсутствия своей глобальной политики. И те, кто осуществляет такую политику, им как раз это надо, чтобы принцип, разделяя власть между руководством страны и народом, существовал. Да, чтобы народ не понимал, что происходит. А раз он не понимает, он не будет поддерживать такого руководства, таких руководителей, что в определенный момент сыграет нужную сторону. Поэтому, совершая вот это вот, я хотел бы сказать, что происходящее на Кавказе является следствием вот этой вот глобальной политики. И то, что наше руководство, ну, вроде бы, хорошее дело, это давно надо было, вообще говоря, сделать-то. Значит, или признать независимость, да или вообще, говоря, не допустить развала СССР можно было. Поэтому не потребовалось бы никаких жертвоприношений, вот, когда там сотни людей, там, 1600 с чем-то человек, значит, погибло в результате этих действий. Миротворцы бы не погибли, если бы руководство нашей страны стало осуществлять свою глобальную политику. А пока этого нет, значит, ну, вот происходит то, что происходит. И будет происходить. Значит, что надо ожидать? Поскольку глобальные планы существуют, значит, сейчас вот этот конфликт, он будет перенесен на Запад, Западный фронт, то есть Украина в этом смысле. Она сильная, незалежная Украина, она тоже не нужна силам Запада, так скажем, мировому правительству. Поэтому ее будущее тоже в рамках вот этой глобальной политики, оно печально. И то, что вот сейчас склад, вы знаете, 100 тысяч тонн, значит, взорвался, там, горят на станции Лозовая. Это все есть следствие, то есть Восточную Украину лишают запасов боеприпасов. То есть, конечно, пожар там не случайен и так далее. То есть, ждет раскол Крым, значит, тоже, значит, крымские татары там влияние имеют, значит, это будет все, все эти процессы управляемы. Значит, вот Украина раскалывается, возможно, еще на какие-то там регионы. Но пока на данном этапе, потому что эти процессы длительные, и вот эта глобальная мафия, у нее планы не годовые, двух-трехлетние, а они 50-100-летние планы. То есть, это так называемая управляемая катастрофа. И потыхоньку, потыхоньку, как говорят на Украине, вот это вот дело и идет. Поэтому сейчас Украину втягивают, а Украина, я как сказал, сильно не нужна, она Западу нужна для чего? Здесь возникает вопрос. Значит, мы уже говорили, что есть планы, и их озвучивают, ликвидация Барака Обамы. И когда начнется процесс расчленения США, независимая республика Техас, там, восточные, негритянские штаты Америки и так далее, смутово это пойдет. Значит, кто будет мировым жандармом? Поэтому вот мировым жандармом в Европе события происходят, вот, объединенная Европа, евро против доллара, обратите внимание. Значит, а с учетом того, что глобальной мафии ни одна страна не нужна, мощная, Ну, можно предположить, что будет некая виртуальная такая, виртуальный жандарм, то есть, значит, некое формирование вооруженное из разных народов, там, и так далее, который будет решать задачи на ведении порядка. В этом смысле украинцы, они очень хорошо подходят, я вот сам-то, как видите, из армии, то есть, знаю, что украинцы, они очень такие служивые, хорошие, здоровые ребята, в отличие от нас из деревень, там, все прокуренные, дохлые, значит, голодные и так далее. Вот, поэтому они с удовольствием служат, все, и вот, недаром показывают даже сегодня фильм, значит, иностранный легион, то есть, создается вот такое формирование, которое по указанию глобальной мафии будет наводить порядок в тех или иных регионах планеты. А поскольку зарплаты-то нет, значит, и те вооруженные силы, которые сейчас есть в США, там, там, оплата колоссальная, средств тратится много, а, как говорится, наши ребята за ту же зарплату, они готовы за гораздо меньшие суммы денег выполнять вот эту вот черновую работу и так далее. Проходят обучение уже, вы знаете, в том числе на Ближнем Востоке. Вот, поэтому то, что с Украиной, если помните, было собрание офицеров, это люди постарше, и когда офицеры Советской Армии при развале было офицерское собрание, один из выступающих там сказал, если мы сейчас не решим, вот здесь и сейчас о том, как нам быть, то в ближайшем будущем мы будем смотреть, товарищи офицеры, друг на друга через прицел своего оружия. Вот это тоже грядет, грядет, как это не печально. Противостоять этому только вот силой оружия, силой, там, деньгами бесполезно. Вспоминайте шесть приоритетов, обобщенных в средствах. С этой точки зрения следует затронуть еще одну такую вот глубокую мысль. В концепции общественной безопасности в программе партии единений говорится о том, что существует западная цивилизация, восточная цивилизация, цивилизация ислама, ну и вот самобытная цивилизация России. Западная цивилизация себя изжила, в общем-то, это вот понимание есть. Россия им не нужна, вот как цивилизация, меры. А регион ислама, он противоречив. Поэтому вот благополучный Китай, то сейчас идет развитие, и связав это с типами психики, когда, ну скажем так, хозяину, рабовладельцу кто нужен? Хорошие исполнители, которые ни о чем не думают, трудятся от зари до зари, значит, ограничиваются малым и так далее. В исламском мире это вообще говоря, это движение, вот эта тенденция реализуется глобальной мафией через ваххабитов, потому что ваххабиты, они проповедуют такой аскетизм, значит, вести себя хорошо, ограничиться малым, молиться, трудиться и так далее. Ну, если провести параллель с китайцами, то приблизительно то же самое. Поэтому не исключено, что одна из таких глобальных тенденций – это переход на вот эту восточную цивилизацию, где люди являются вот с таким типом психики, хорошие исполнители, все, и без притязаний на большее. Это обусловлено еще и тем, что вот, если кто знаком с работами Жака Атали, на пороге нового тысячелетия у нее есть такая работа, бывший советник президента Франции Миттерана, сейчас он как раз вот в кругах этой окологлобальной мафии, значит, и вот они видят будущее человечества как биороботизацию, то есть масса трудящихся, они ограничиваются малым, им создается некая виртуальная реальность, и они сидят вот на этих наркотиках, на ограничениях и довольны жизнью вполне, то есть поработал, получил чашку риса, вечером поел, очень хорошо, я доволен всем. Значит, кто смотрел фильм, помните «Мертвый сезон», где немцы вырабатывали там газы определенные, и вы видели там, жевали траву, значит, в концлагере те, которые подвергались вот этому воздействию. Вот это из этой серии, если кто-то подумает, что это сказки, ну, что, можете, конечно, думать, но это на самом деле так.